Продолжение следует... 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 Почему отказались от выстраивания идентичности по принципу религиозному, а взяли принцип территориально-этнический, хотя и там и там одно и то же. Какую роль в этом играл Баку, который был абсолютно интернациональным гигантским центром. По поводу Кирилла у меня немножко сложнее восприятие. Я хочу сказать, что мы любим Кирилла в том числе за то, что он огромный социальный оптимист. Вот те люди, которые делают опросы, проводят и Лев Ада в свое время и Лев Кутков, они в конце концов выступают с более пессимистичных позиций. И тут приходит Кирилл и говорит, а если мы это сложим стену и посмотрим, как оно на самом деле, окажется, что у нас там 30% твердых западников. И по этому поводу у меня несколько сомнений. Одно – это та картина, которую мы видели, она представлена очень рационалистической. На самом деле здесь постмодернизм. То есть никто не мешает человеку говорить, что он за западные ценности, но как только его спрашивают, а вы там за назначение, за избрание и так далее, оказывается, что абстрактные западные ценности для человека, который никогда не был на Западе и знает о них понаслышке, так же, как и Советский Союз, который, как вы понимаете, в 1917 году для очень многих людей – это что-то ностальгическое или что-то известное по рассказам бабушек и родителей, а не личное. То есть мы, наверное, я – последнее поколение людей, которые по возрасту, которые на вопрос о Советском Союзе могут помнить что-то реальное о своей жизни. И то, чем дольше я живу, тем больше у меня советский период ассоциируется с молодостью, когда все было прекрасно, а сегодня совсем не так прекрасно. И в этом смысле декларативные ценности, на которых упор делает Кирилл, они могут очень сильно расходиться с реальными ценностями. Мы видим, как люди поддерживают анекцию Крыма и спрашивается, а где 30% западников, если из них минимум половина всецело поддерживает анекцию Крыма. Хорошее такое западничество. А в целом они западники. Это звучит немножко как с религиозностью. Да, я верующий, но в церковь я не хожу. Так и тут. То есть быть западником для кого-то, для жителя крупного города – это нормальный ответ, но он ничего не означает в реальной жизни. Поэтому мой первый, собственно, вопрос, где Кирилл видит проявление в реальной российской политике вот той высокой доли людей, разделяющих западные ценности, которую он нам показывает на слайдах. И последний, второй вопрос относительно Путина. Да, вот эта интересная идея, что спрос и предложения идеологические, они очень сильно не совпадают. И оно немного расходится с моим восприятием. Мне кажется, и тут я согласен с Кириллом, что Путин – гениальный считыватель того, чего люди ожидают. И в известном смысле в России работает машина по принципу кристаллического лазера. Власть считывает ожидания людей, усиливает эти ожидания и в какой-то момент реализует их, беря Крым, и получая столь высокую поддержку не в силу манипуляции общественным сознанием, а в силу того, что, да, люди изначально считают, что справедливо, что Крым теперь вернулся в Россию. Да, и вот, соответственно, мой вопрос – какая модель здесь более точна? Модель того, что власть, сознательно не отвечая или несознательно не считывая спрос людей, предлагает в качестве идеологии вещи, приправленные реальными ожиданиями, но сильно расходящиеся с реальными ожиданиями, или власть идёт за людьми, и в этом, собственно, гениальность Путина как популиста и заключается. Спасибо. У меня вопрос, наверное, к господину Алтайу Гришу. Относительно вообще, вот вы как историк тюркских народов, а как вы смотрите вообще на взаимодействие нынешнее между тюркскими народами, имеется в виду, в частности, Турции, Казахстан, то есть более такие как территориальные крупные, вот, то есть здесь, получается, я вижу, то есть как жить в Казахстане, что Турция как бы много инвестирует и строит там как-то свой, ну, софт-пауэр пытается использовать, то есть в плане того, что там строят университеты и суперную, то есть как бы я не против университетов, но в этих же университетах приоритет дается для всех представителей именно тюркских народов, то есть там привозят, да, там, карачаевцев, якутов, тувинцев, азербайджанцев, узбеков, туркмен, вот, в частности, есть у нас турецкий университет в Туркестане. Вот, и, собственно говоря, вот, с чего хотят тюрки сейчас и вообще для чего это все делается? Здравствуйте, спасибо большое за две великолепные лекции. У меня по одному вопросу каждому из спикеров. Первый вопрос будет касаться традиционных ценностей, да? Вот, мне кажется, по ответам России существует ли гендерный диссонанс, потому что после Второй мировой войны мы знаем, что качественно процент мужского населения очень сильно упал. Я, мое предположение такое, что отвечали женщины, и когда они, как бы, процент, ну, вот, последние данные, которые я знаю, на одного мужчину в России приходится опять женщин, да, в возрасте 40-50 лет, да? Да, может быть, я и права, но вот после бума-50-ников количество мужского населения меньше, возможно, с этим связана такая маленькая поддержка традиционной семьи. Ну, вот такой вопрос. И второй вопрос, вот, господину Гуришеву, по поводу, вот, культа личности Алиева и ценностей Адея. Получается, грядут новые президентские выборы через несколько лет. Как вы думаете, какой из этих дискурсов будет наиболее важным, да, культ личности, там, Гейдара или Хама Алиева, или вот ценности, которые принес Расул Затея? Спасибо. Спасибо. Еще пару вопросов берем и потом зададим. Если можно, там, пару комментариев по поводу интерпретации наших данных. Я бы, ну, как бы, хотел бы указать вот на такое еще несоответствие, что по факту действительно мы имеем большую толерантность абортов, практику, вот, нокулярной семьи и так далее. Но если мы говорим об отношении к словам об этих ценностях, то как раз слова, они находят очень большую поддержку. Если мы вспомним, там, усирает Шарли Бдо и как Кадыров на это реагировал, то как раз большинство населения было скорее с Кадыровым, да. И он тут, как бы, его традиционные ценности нашли понимание у большинства населения, которые говорят, вы не трогайте вот это. Пусть это так будет, мы не верим, ну, по факту получается, что мы не верим, но трогать это не надо. То есть получается, что все эти законы, которые мы имеем об оскорблении чувств верующих, об иностранных агентах, они, как бы, хотя про них не знают, но по факту они ложатся на очень такую понимающую почву. То есть я бы здесь вот это бы отметил, то есть это не совсем, как бы, та поддержка вот этих ценностей, ну, условно говоря, ценностей, она на самом деле, ну, как бы, не такой артефакт. И если я правильно понимаю Анатолия Лишневского, то он это связывает как раз с переходным характером российского общества, то, что, как бы, да, мы живем в городах, но многие родились еще там, в деревне и так далее. Поэтому вот есть, как бы, дискомфорт по поводу этого быстро меняющегося мира, и вот этот дискомфорт в том числе выражается через ксенофобию и так далее, и так далее. И второе, вот что касается таких более общих наших вопросов, то я чем больше на них смотрю, что касается вот такой рыночной экономики и так далее, то мне кажется, что у большой части населения за этими ответами ничего не станет. То есть, это настолько пустые слова для большей части населения. То есть, я думаю, что, конечно, ориентации какие-то есть, но я бы вот именно в больший контекст конкретных каких-то оценок, что вот Николай Петров говорил, оценки конкретных событий, конкретных явлений, то есть, абстрактные, да, можно сравнивать, но вот больше конкретики в анализе, я имею отношение к конкретным событиям. Это я под конкретиками. И один слово для левому фангу. Здравствуйте, меня зовут Зарина Ахматова, я журналист, во-первых, хотел поблагодарить за интересные доклады, презентации. И у меня по факту, там, маленький вопрос и предложение. Вот вопрос у меня Кириллу Рокову. Когда проводили опросы, вы видите, прямая ли это взаимосвязь? Там был слайд про поддержку населения в идее великого державы и государства, связанное ли это с экономическим кризисом. То есть, вы упомянули об этом, упоминали, но хотелось бы более развернуто об этом услышать. То есть, люди хотят жить в великой стране, когда они сыты, богаты и довольны, или они предпочитают жить в великой стране, но немножко недоедать. Вот есть какая-то в этом взаимосвязь? И второе у меня такое, ну, общее, даже не замечание, а такие мои личные мысли. Вот мне кажется, когда проходят подобные дискуссии, сколько времени я хожу, слушаю и постоянно пытаюсь их анализировать. И, возможно, да, вы как-то это прокомментируете. Не устояла ли эта матрица, которую мы постоянно накладываем на современные процессы, вот этой советской архаики? То есть, если изначально исходить из того, что Советский Союз, по сути, был искусственно созданной идеологией и страной, и после того, конечно, нельзя выбросить эти 70 лет никуда и перестать на них ориентироваться, но, тем не менее, вот если немножко сдвинуть эту парадигму и посмотреть с другой перспективы, да, не от этого ли все, ну, или, по крайней мере, множество этих всех проблем, там, желание быть империей, потом, когда мы делаем небольшой зум-ин, то есть, концентрируемся на нашем регионе, вот эти все обиды, младший брат, старший брат, я имею в виду сейчас, там, Казахстан, Кыргызстан, возможно, много, 25 лет этих дискуссий, но стоит ли сменить перспективу, стоит ли посмотреть по другим уголам? Спасибо. Спасибо. На этом родим слово заключительное, мы немножко ставим от времени, заключительное слово по 4 минуты, максимум, может быть, нашим выступающим. У нас будет 15 минут, где можно будет и задать вопросы, и индивидуально побеседовать, еще будет у нас сессия про молодежь, и ваш вопрос, наверное, будет... Нет, это будет про идеологию. Да, но давайте так, и у нас будет... Давайте начнем с Антонией. Ну, опять же, спасибо за очень интересные вопросы, на них нужно отвечать, может быть, долгое время требуется. Но, вкратце, насчет Грузии и Армении. Это очень важно, потому что, например, мы, значит, инвестиции связаны с Казахстаном больше, чем с Грузией и Арменией, мы религиозно больше связаны с Средней Армией, чем с Грузией и Арменией, но география тоже играет очень важную роль, и это однозначно, что Грузия и Армения очень влияли на идеологическое идеальное создание Азербайджанской республики. И Банку, конечно, это, значит, как бы локомотив Азербайджанского идеологического мышления. В некотором смысле, даже в конце 19 века, я думаю, он был более европейским городом, по сравнению с... Одну вещь, я могу сказать, создание архитектуры, как у нас называется, модерн, либерти, там, арт-нуго, он параллельно происходил в Пару и Брок, в городах и Брок, одновременно. То есть, детьми, идеологии и так далее. Что касается, значит, Турции, вы знаете, как Россия, Турция тоже думает о том, что она, значит, сверхдержава, в каком-то смысле, то, что у нее есть определенная история, и она очень, в общем, распространяет свою идеологию, так называют тюркские страны, потому что считает эти страны возможны для проведения своих программ. Я вам скажу про Азербайджан, это очень важно, потому что, допустим, в Азербайджане практически санктические телевидения не существуют. То есть, оно, свое телевидение тоже не смотрит, 70% только на среде смотрят турецкие телевидения. То есть, оно очень влияет на. И мыльные оперы, и, значит, и новости, и все. То есть, оно очень влиятельное. Но при этом, я хочу очень важный момент давать, что секулярная основа взрывоорианского общества, она тоже играет очень важный роль. То есть, оценка Ардуана, в Азербайджане, неоднозначна. Большинство его не любят. Я всегда говорю, вот недавно сейчас с немецкими коллегами, я говорю, вот, Ардуан, то есть, в турецкой диаспоре, в Германии, есть в Азербайджане. В Германии он всегда выигрывает. В Азербайджане он всегда правит. То есть, а секулярные основы Азербайджана настолько сильны, это и российское наследие, и советское наследие и так далее, то есть, оно настолько сильное, что они не воспринимают Ардуан. Что касается ультоличности, тоже очень важный вопрос, потому что до сих пор что хотели... Вот смотрите, в Азербайджане Алиева хотят преподнести как основопологию к азербайджанскому государству. В Казахстане это возможно, потому что до независимости была советская автономия. В Азербайджане была республика до Алиева. И он не был первым президентом, он был третьим президентом в стране. Поэтому очень трудно преподнести. Первые два президента можно как-то забыть. Но вот, значит, первую республику быть практически невозможно, потому что большинство населения, 90% населения, смотрит на эту республику как на мысль. В начале советская авиевская власть, когда сказал, хотела как бы оплатить эту карту света, и даже некоторые были анекдоты, когда в некоторых сельских местностях Алиева писали как основополагатель первой демократической республики. То есть были такие анекдоты наши. Но сейчас я думаю, что есть вот эта ситуация, на самом деле, очень важная, потому что хотят как бы отделить, потому что прекрасно понимают, что Алиева не сможет превзойти влияние первой республики, и хотят как-то... Вот иногда говорят плохие вещи про первую республику. Например, говорят, что вот первая республика дала Алиева армяну. Например, вот такая пропаганда в республике. И понимают, что вот это как-то нужно с этим делом, значит, справиться. Вот мы давно услышали, что есть такая, значит, предложение от президента рассматривать вопрос именно их плана. Я думаю, это тоже очень связано с вопросом культа личности Алиева. Это возможно, да? Но я почти 100% уверен, что это в Азербайджане, это невозможно, потому что в Азербайджане это может привести очень... Так скажем, не было даже желательно последствия для правительства. Потому что это мысли, на самом деле, очень сильные. Спасибо. Ничего, найдут посмертный текст, который написал Гейдар Алиевич. И музыку еще и скажут, что он оставил за вещами. Спасибо, Павел Павел. И давайте, Кирилл, мы завершим нашу сессию. Спасибо большое за вопросы. По поводу того, что вторая идея, такая очень русско-интеллигентская, что если человек называется себя запятником, мы его сейчас по-трём, я выдержал, что ничего подобного. И разоблачил. Здесь, на самом деле, все очень просто. И это ответ на второй вопрос. Про механизмы манипулирования Путинского. Разумеется, у нас были совершенно разные коалиции по поводу разных систем, разных ценностных и институциональных вещей, которые мы будем вкладывать в западничество. Это именно то, как устроен контр-дискорз власти. Вот в 2011 году выходят люди на площадь и говорят, что они против коррупции за то, что были выполнены выборы. И что это получается, как много западников. 40% по опросам, в принципе, поддерживают позвонки полотной площади. Выходит, Путин, на деле, не говорит. Да, западники, значит. Значит, в голове теперь будет официальный гонсексуализм наслаждаться, да? Ну, западники предлагают гонсексуализм повсюду. Что им важнее всего гонсексуализм. Кто у нас западники? Опс, уже нет, но у западника и нету. Это и есть манипулирование повестками. Там одни повестки, которые вполне включаются для нас и для запада в современный запад. Толерантность, в частности, гендерная толерантность и гонсексуальная толерантность, они совершенно еще в России не... Ну, здесь будет коалиция поддержки там 5-4%, 6%. Если мы представим другие западные ценности, такие более, не столь ценностные, а такие более базовые, то увидим гораздо большую коалицию. Это же довольно условная вещь, и мы не можем найти настоящего западника. Нет у нас инструментария, для этого и социологии нет такого инструментария. Мы всегда говорим о коалиции. А русские клиенты, они соберут все, и говорят, вот мы думаем, вот проект, вот мы с тобой, ну да, и вот мы только завтраки есть. Ну, мы же еще нашего предприятия, там, Леша. А остальные все не настоящие. Завтраки, конечно, во что-нибудь, не верят. Но здесь очень важно, действительно, вот вопрос про коалицию, и Министер же этот вопрос поставил, и про манипулирование. Как одни повестки выдаются за другие. И здесь, в принципе, там много справедливо Денис сказал. Но я не считаю, что вопрос про гуси-рай, это действительно так. И это, что, скажем, люди, вот я говорю, что традиционные ценности не имеют для россиян особого значения. Когда я речу про аборты, можно ли аборты, в России это не вопрос. Аборты делают всю дорогу, всю советскую дорогу, нет никакой традиционной семьи в Советском Союзе, она была разрушена, она абсолютно нет ее. Аборты – пожалуйста, и социальную жизнь распущена – пожалуйста, и нет никакой религии. Это норма, совершенно работовая норма. С другой стороны, когда просят про гуси-рай, что, например, заметил Денис, то все говорят, нет, нельзя допустить, чувство верующих нельзя оскорблять. И это совершенно правда. И это действительно тоже такая социальная реальность. Вопрос заключается, в каком случае, и вообще, там, большинство людей, за включением сильно мотивированных, политически ангажированных, информированных групп, основная, медианная избирательная, основная часть, у нее, ее политические и ценностные представления неконсистентны. Это значит, что человек может говорить одно, а в другом вопросе другое. Здесь он говорит, как западник, а там он не западник, а он сам не чувствует по какому-то противоречию. И вот неконсистентность – это важная вещь. И в данном случае, это еще другая проблема. Я не уверен, что мы получим, что мы получаем, когда мы спрашиваем, вот, вчера, это значит, там, мы получаем телевизор. Это телевизор. Вчера по телевизору я смотрел, и я, конечно, поддерживаю ту точку зрения, и эту риторику, которую я слышал, она меня вполне удовлетворяет. Через неделю эта мобилизация, вокруг событий мобилизации кончилась, и меня просто спрашивают, а вообще как? Обязательно в церковь доходить или в школе, чтобы преподавали? Нет, не нужно это все, это все фигня. Это все будет с вами рядом. Это мобилизация. То есть, как бы, мне кажется, мне, что этот уровень важен, событийный, но он, на самом деле, несет в себе искажения не меньше, чем то. И пока, ими, двумя способами. Нельзя все время за информационные повески следить, ну, получим только телевизор. И вот прямо просто люди будут отвечать по участкам вопросов, которые хотят отвечать по телевизору. Все, все окончаем. Время, да. И были еще много хороших вопросов, на которые я не успею ответить. Я никогда не слышал о том, что такое было, творилось в России начинучая женщина, что она не замужних. Я думаю, что так. А, не замужних? Ну, может быть. Но я, в общем, не думаю, что это связано с этими вопросами. А вы, в общем, эту страну, ну, там действительно, если смотреть подробно на данные, то это устроено, скажем так, что вот увеличивается число людей, которые говорят, что вот очень важно быть в великой стране. А смотришь, угород, и экономическое благосостояние растет в это время. А потом оно немножко падает, и люди говорят, как и вот важные богаты. То есть, дело не в том, что они переключаются. Опять-таки, не надо представить себе людей, как ожидать, как и не тот же человек, который все время спрашивает, он кто от него встречает, кто другой. Нет, просто вдруг, вот это вот, про великую страну все говорили, 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 а сейчас начались экономические трудности, и как сказать, они меньше говорят, неинтересно просто, да, и это начинает как бы спадать тема, и ценность этой повестки спадает. И поэтому, например, до после 2015 года для Путина стало труднее все повестки в повестке разыгрывать международные, потому что просто интересный упал. Просто по теме видно, как интересно к новостям в Сирии просто упал, просто люди не слушали. То они слушали, там все здорово было, все было хорошо, иначе самолет улетает и все бомбят. А когда осталось их похуже, то неинтересно уже эти самолеты смотреть. Уже видели. Спасибо, давайте поблагодарим. Спасибо.